У нас почти готов. Сейчас мы зашьем эту дырочку посередине, через которую мы выворачивали. Я для этого взяла обычную тесьму, ленточку и пришью ее потайными стежочками, не захватывая первый слой, нижний слой я имею ввиду, а только вот сверху мы ее прицепим, чтобы просто зашить вот эту дырку. Если у вас хабышечка ткань, то можно зашить ее и без вот этой тесьмы, а просто ручками. У меня ткань такая, очень сильно сыпется, ползет, поэтому я ее, дырка там большая стала, я ее решила зашить именно таким способом. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь берем куклу, одеваем пинджак и закалываем его иголочками. Одеваем так, чтобы он у нас был симметричен со всех сторон. Ну, для этого открываем глаза и натягиваем его хорошенечко. Можно иголочку посередине воткнуть для себя, для того, чтобы было понятнее, где середина вообще у куклы. И тогда пиджак будет легче одеть. Дальше берем руки. Отмечаем на руках по 2 сантиметра сверху. Ставим карандашиком точечку. Вкалываем в эту точечку иголку. И руку вставляем в куклу. Вот старайтесь попасть именно в то место, где у вас платье, не заканчивается, а где шов платья идет. Где платье соединяется с низом юбки. И тогда у вас руки встанут хорошо. Если вы их задерете наверх, то шарфик у вас не намотается хорошо. То есть руки не дадут просто шарфу намотаться и лечь ровненько. Поэтому руки задирать не надо. И вообще, когда вы задираете руки, это смотрится негармонично. Человек с поднятыми плечами тоже смотрится негармонично. Здесь нужно найти золотую середину. И не задирать руки, и сильно их не опускать. Вот поэтому 2 сантиметра делайте и вставляйте в этот шовчик. И смотрите на глаз. И чтобы руки висели по бокам тоже по линии тела. Вот как идет голова, прям ноги. Вот оно должно висеть на одной линии. Висеть, стоять, лежать. Берем очень плотную нитку. Она у нас супер прочная. Вот такой бобин катушки стоит 200 рублей. Или 150 рублей. А там 200 метров. Что-то я не помню уже. Ну, вроде, в общем-то, ее надолго хватает. Вытаскиваем руку и засовываем на то место иголочку. Чтобы нам не потерять это место. И я обычно карандашиком ставлю точечку. И в разные стороны. Вот я сейчас просто намечу. Посмотрю, как это идет. Перпендикулярно земле или нет. Сложный процесс. Можете так не делать. Теперь мы от вот этих дырочек делаем по 5 миллиметров. В разные стороны отступаем. Это у нас будут руки туда входить. Дальше закрепляем иголочку. Закрепляем узелок. В руке. Вот так проводим нитку. И закрепляем ее в руке. Входим в дырочку нарисованную. И выходим с другой стороны. Процесс не из легких. Тело набито очень туго. Не сломайте иголку. Теперь в другую руку входим. В дырочек, в намеченное отверстие. Выходим с другой стороны. И опять. То есть все. Идем по этим точкам по нашим. По четырем точкам. Назад возвращаемся. Попасть в точечку. Теперь в руку проходим. И выводим иголку в тело. Туда, в спину. Потом затянем. В ту же дырочку входим. И в спине выходим. Видите, какие манипуляции. Кукла крутится во все стороны. Ха-ха-ха. Теперь нам нужно очень-очень хорошо потянуть эту ниточку. Чтобы руки прижались к телу. И все нитки спрятались в глубине внутри. И сделаем закрепочку. Натянем все хорошо. И узелок сделаем. Ниткой выходим в теле. И на этом процесс завершаем. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok